Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня я вам расскажу о тех телефонах, которые покупать не стоит. Многие друзья, знакомые, также подписчики пишут, почему мой телефон начал глючить, перезагружаться сам по себе. Много проблем, трудностей. Некоторые программы не открываются, некоторые программы не работают и так далее. Когда они говорят мне марку телефонов, то я думаю про себя. Вы купили от Бросфон. С моей стороны, конечно, будет неправильно говорить им об этом прямо. Но, друзья, сегодня я вам расскажу о тех телефонах, которые покупать не стоит. Если вы случайно купили или у вас есть тот или иной телефон, то, возможно, вы подумаете о том, чтобы избавиться от этого телефона как можно быстрее, потому что скоро придет ему конец. Пока, друзья, мы продолжаем. Не забывайте подписываться на телеграм-канал со скидками и купонами. Также я составляю там топы. Топы лучших телефонов, топы лучших товаров на Алиэкспресс. Друзья, все ссылочки в описании. Проходите и подписывайтесь. Начнем мы, друзья, с самых таких нормальных телефонов и будем постепенно идти к самой-самой дичи. Итак, вначале я рекомендую вам не брать iPhone 11X Max или как его там называют, потому что телефон очень хороший, отличный. Отличная операционка, которая настроена. Очень быстрая, очень шустрая. Самый мощный процессор, в принципе, на свете и все остальные дела. Крутые камеры. Все круто в этом телефоне. Но есть одна большая проблема. Проблема в том, что цена завышена как минимум в два раза. Просто в два раза ценник увеличен за счет этого брендинга, бренда известного. Поэтому, друзья, не рекомендуем вам только в этом отношении. Если бы он подешевел хотя бы в два раза, может быть, даже еще больше, это был бы телефон супер за свои деньги. Но так цена у него просто нереальная. Следующий на очереди, что брать не нужно. Это тоже, в принципе, не стыдные телефоны. Но есть у них некоторые косяки. Это Galaxy Fold и все подобные этому телефону. Туда я отнесу Motorola и телефон компании Huawei. Принцип у них у всех одинаковый. Это складывающийся экран. Эта технология еще очень-очень сырая. И, в принципе, сами телефоны не стыдные. Хотя они уже стали потихонечку ломаться. Сама технология очень интересная. И, мне кажется, за этим будущая часть части телефонии. Но пройдет около трех лет. И эта технология будет отлажена до идеала. И также рынок покажет, нужны эти смартфоны или нет. Будет на них спрос или нет. Поэтому Galaxy Fold пока что, друзья, не берите. И тем более его цена около 2000 баксов, друзья. Это просто какой-то зашквар. Со временем появятся большие проблемы с надежностью смартфона. Пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на этот канал. Ставить лайк этому видео. Если вам понравилось, сделайте репост, пишите комментарии. В общем, друзья, активите как-то на этом канале. Следующее. Не рекомендую к покупке. Телефоны А-бренд. А-бренды это самые раскрученные, самые мощные бренды на сегодня. И у них есть бюджетники. Вот эти бюджетники я вам ни в коем случае не рекомендую. Допустим, компания Nokia. У них есть телефоны Nokia 1, Dual SIM, Nokia 1 Plus на 8 гигабайт. И некоторые другие смартфоны. Так вот, ни в коем случае не берите эти телефоны. Я могу сюда причислить еще Sony E3 и Samsung J1 Mini. И также вся серия Samsung под буквой J. То есть, самые-самые бюджетные телефоны этой компании. В чем проблема основная этих телефонов? А-бренды это очень большие известные бренды. И для того, чтобы раскручивать тот или иной товар, они тратят очень много средств на рекламу. К этому мы приплюсовываем цену на свой же бренд. Допустим, Sony, Samsung, Nokia. Очень большие известные бренды, которые потихонечку уходят. В особенности Nokia и Sony. Но Samsung еще держится на плаву. Поэтому на них я буду обращать особое внимание. J1 Mini это просто полнейший дичайший шлаг. Который стоит очень дорого. Не мне вам, друзья, объяснять, что за эти деньги вы можете взять что-то в Xiaomi. Что-то у другой, может быть, компании. Которую предложат за эти средства более адекватный смартфон. Который не будет так тормозить и глючить. Многие мои знакомые, которые связаны с Samsung. Сейчас просто очень-очень страдают и жалеют о том, что они купили этот телефон. Но тогда еще и выбора не было, друзья. И еще люди не совсем понимают, что рынок в данный момент очень сильно поменялся. Поэтому по привычке они берут Samsung, которые со временем начинают дичайше просто тормозить. И за Samsung я заметил такую еще историю, друзья. Меня просто это удивило. Они тупо отказываются от поддержки своих смартфонов. На данный момент самое большое количество смартфонов у Samsung. Они просто везде. Они заполнили весь рынок. И каких только комбинаций смартфонов нет у этой компании. А логично, что компания не сможет поддерживать все эти смартфоны. Выпускать адекватные и хорошие прошивки. Адаптировать под каждый смартфон. Тем более под какой-нибудь J1 Mini, который покупает вообще не знаю кто, друзья. Но через год, скорее всего, поддержка этого смартфона прекратится. А люди, которые берут его за эти деньги в районе до 7000 рублей. Скорее всего, в принципе, не понимают, что такое поддержка телефона. Когда он начнет глючить, тормозить. Они просто покупают следующий смартфон примерно за эту же цену у этой же компании. И очень история продолжается. Поэтому, друзья, не советую вам к покупке сверхбюджетники брендов. Я не говорю, конечно, о других их телефонов. Там, в принципе, есть неплохие варианты. Но к ним тоже есть свои претензии. Но они не являются отброс фонами, друзья. Следующий отброс фоны – это айфоны прошлых лет. Сюда я включу айфон 5s, айфон SE, айфон 6 Plus и айфон 6s Plus. Вообще, последние два смартфона очень редкие. И в особенности айфон 6s Plus вообще очень редкие. Зачем они, в принципе, его выпустили? Непонятно. Но и в то время у компании тоже были какие-то непонятные истории, как и сейчас, в принципе, творятся. Почему я не рекомендую эти телефоны к покупкам? И почему они являются отброс фонами? Это же на самом деле компания Apple. Самая большая проблема этих смартфонов в том, что компания отказалась от обновления прошивок для этих телефонов. То есть, следующие iOS-системы уже будут недоступны на эти телефоны. И со временем эти телефоны начнут дичаще просто тормозить. Вы не сможете установить ту или иную программу на этот смартфон. И у вас не будет никакой возможности. Если вы удалите какую-то программу, то, возможно, вы ее вновь загрузить уже не сможете, потому что ее просто-напросто не будет в Play Market. Если вы мне не верите, то возьмите айфон 4. То есть, там нет вообще никакой поддержки. Эти айфоны скоро превратятся в те же самые айфоны. Но у iPhone 5s и SE есть все-таки одно большое преимущество. Это старый, добротный дизайн. Ну, можно так сказать, в стиле Стива Джобса. А с 6-го айфона все поменялось. Но на тот момент это было еще логичное продолжение четверки. И как эксклюзивные, красивые и очень интересные телефоны, они пойдут. Но не более того. Далее, друзья, у нас начинаются настоящие отброс фоны. Это вот такая настоящая китайская дичь. Здесь много-много телефонов. Я перечислю некоторые из них. Самые популярные, самые известные из них. Это Юми Диджи. Раньше назывались Юми. А потом они стали Юми Диджи. Но ничего не поменялось. Это настоящие отброс фоны, которые используют самый дешевый процессор от компании МТК. Который использует очень дешевые материалы для своих телефонов, у которых нет никакой дальнейшей поддержки этих смартфонов. И глючить они начинают через полгода. А если они выдержат год, друзья, то я вас поздравляю. Вы купили отличный Юми Диджи. Все, что я говорил о Юми Диджи, вы можете отнести и ко всем остальным телефонам. Такие телефоны, как Home Tom, Blue Boo, Elephone, Cubot, Doogie и многие-многие другие. К компании Elephone можно добавить просто приставку полный. И тогда получится полный Elephone. Тогда вы поймете, что вы, в принципе, берете себе в руки. И не дай, не приведи вас жизнь к тому, что вы купите этот телефон с рук. Друзья, забудьте, пожалуйста, об этой идее. Если у вас нет денег, подождите. Накопите себе денег, купите себе какой-нибудь поддержанный Xiaomi. Или же на Алиэкспрессе закажите себе Xiaomi-шку или какой-то другой телефон. Но не берите никогда с рук Home Tom, Blue Boo, Юми Диджи и так далее. Почему? Ну, вы, наверное, понимаете, да. Люди, которые купили их себе, испортили себе часть жизни и теперь они хотят отбросить отброс фон для того, чтобы поймать следующего мученика. Но в честь некоторых компаний, друзья, я хочу сказать, что некоторые компании сразу правильно называют свой телефон. Допустим, верни. Сразу говорит о том, что нужно сделать с этим телефоном. Я думаю, тут и объяснять не надо, друзья. Все понятно. Верни этот смартфон. Сама компания честно намекает на то, что нужно сделать с этим телефоном большое ей за это спасибо. Верну этот смартфон. Почему некоторые на них ведутся? Некоторые из этих смартфонов выглядят очень даже красиво. Там есть одна, две, три, четыре камеры. И может быть даже больше. Но за всеми этими камерами стоят просто-напросто заглушки. И установлена одна основная камера. В этом минус этих компаний. Они обманывают, они обманывают, даже указывая ложные характеристики. Поэтому здесь нужно быть очень-очень осторожным. Но, поверьте мне, это не самые худшие от бросфоны, которые есть сегодня на рынке. Далее мы переходим к настоящей дичи. Это то, что вам предложат в салонах Beeline, Megafone, MTS и Tele2. Также может быть и в других салонах. Я не буду говорить конкретно об этих салонах, что они плохие, потому что связь, которую они предоставляют, плюс-минус хорошая. Я не буду говорить об этих фирмах, но я хочу сказать о телефонах, которые они нам пытаются продать. И телефоны эти так и называются. Телефон Beeline, телефон Megafone, телефон MTS, телефон Tele2 и некоторые другие телефоны. В чем минус этих телефонов? Они стоят около 2000 рублей, может быть 3000 рублей. То есть 20, 30, 40 долларов, друзья. Это же просто копейки. И люди, которые хотят сэкономить, почему бы нет? Beeline известная фирма, Megafone известная фирма. Но на самом деле все это не так. Эти телефоны являются обычной китайской дешевкой. Самые дешевые китайские бренды производят эти телефоны. И если вы обратите внимание, друзья, внимательно присмотритесь, то все эти телефоны похожи один на другой. То есть телефон Beeline будет похож на Megafone, на MTS, на Tele2. Плюс-минус они будут в чем-то, чуть-чуть разные, но вы поймете, что за всеми этими корпусами скрывается один и тот же смартфон. На него просто наклеен лейбл или же фирма Beeline Megafone MTS и некоторые другие. И не более того. Я уже не говорю, друзья, о том, что поддержка прошивки этих телефонов прекращается в момент покупки. Ее не было изначально, ее не будет в будущем. И в принципе вы можете забить на этот телефон. Этот телефон даже не нужно покупать детям для игрушек. И эти смартфоны еще не самые страшные. Далее мы переходим к другим фирмам, очень большим и известным. Я тоже не буду называть эти фирмы, но вы понимаете, о чем я говорю. В любом салоне связи или же салоне электроники вам впарят следующую дичь. Первое это Dexp. В основном они выпускают планшеты, но также есть и телефоны фирмы Dexp. Я не знаю, в чем секрет этой фирмы, так же, как и секрет фирмы Prestigio. Эти смартфоны и планшеты всегда на полках электронных магазинов. И их просто куча, разные. Они минимально отличаются друг от друга, но этих планшетов очень и очень много. Единственная загадка в том, как этим компаниям удается реализовать столько телефонов и столько планшетов. Друзья, это просто искусство. Искусство на уровне компании Apple. Все проблемы, друзья, которые связаны с планшетами и с телефонами, связаны непосредственно с этими фирмами. Ко мне обращаются люди и говорят, как я могу поменять экран на Dexp, как я могу поменять, там, не знаю, сим-слот на Prestigio и так далее. У меня отвалилась оперативка, у меня отвалилось там что-то, у меня просто отвалилась батарея, у меня вздулась батарея. У меня куча проблем. У меня вообще, в принципе, Prestigio уже не включается на второй день. Dexp я использую в качестве тротуарной плитки. Ну и все такое, друзья. Другому это никак не выразить. Это просто настоящая дичь. Эта дичь продается в больших количествах, и люди ее покупают. Вот это большая загадка. Или же это, не знаю, какой-то мега маркетинговый продуманный ход, который недоступен даже компании Xiaomi. Если бы компания Xiaomi реализовала идеи Dexp, то это была бы, наверное, уже самая большая крупная компания на свете. Ну и самое последнее, друзья, это просто какой-то нонсенс, я не знаю, как это назвать. Это мега отброс фон вселенной и всего столетия. Телефон под названием Иной. А само название тоже уже вам подсказывает, что этот телефон, ну, немножечко иной. То есть иного формата, иной. В том плане, что, ну, знаете, бывают такие люди иные, как бы, да, не из мира сего. И вот телефон Иной, это не телефон. То есть он не от мира телефонов. Это что-то другое. Это какое-то произведение искусства с непонятным дизайном. И к самой большой дичи я отнес именно Иной и многие другие телефоны, которые имитируют айфоны. То есть это, по сути, копии айфонов, сделанные плюс-минус хорошие, плюс-минус похожие и не очень, но на операционной системе Android. Соответственно, с оболочкой под iOS современную самое первое место принадлежит всем смартфонам, которые являются копиями известных брендов. В первую очередь, это копии айфонов, но и некоторых других телефонов. Иной выделяется в этом списке, потому что это самая распространенная копия айфона. Ну и некоторые другие телефоны. Сразу же задумайтесь, что это такое, зачем это создается. Это создается только с той целью, чтобы впарить вам как можно больше экземпляров и заработать на этом денег. Там не будет никакой нормальной операционной системы, там не будет никакой поддержки, там не будет, в принципе, отличной батареи и всего остального. Там будет стоять самый дешевый процессор, который возможен для этой фирмы, потому что это фирма-однодневка, которая хочет вам вбросить очередной отброс фон. Друзья, поэтому не ведитесь на это. С вами был я, Эдскрабер. Это были отброс фоны. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.